Мы продолжаем цикл бесед с абхазскими экспертами по поводу программы формирования общего социально-экономического развития Абхазии и России на основе гармонизации законодательств двух стран. Сегодня на наши вопросы отвечает научный сотрудник отдела национальной экономики Центра социально-экономических исследований Абхазии Илона Мерцхулава. Илон, здравствуйте. Здравствуйте. На сайте ЦСИ можно ознакомиться с вашим анализом проекта этой программы 25 сентября. Насколько я правильно понимаю, тогда речь шла в том числе о других пунктах этой программы. И вы делали такой небольшой анализ, справку, комментировали различные пункты. Расскажите, что вы предлагали тогда и какое продолжение получил этот ваш анализ? Спасибо большое за интерес, проявленный к этому документу. Действительно, накануне того, как мы написали свой отзыв на этот документ, мы его получили из парламента. До этого нам представилась возможность вначале ознакомиться с этим документом из соцсетей, к сожалению. Но потом парламентарии предоставили нам этот документ, из чего мы поняли, что это действительно документ, а не какой-то там фейсбучный фейк. Конечно же, для нас, как экономистов, как для экспертов, тем более людей, которые занимаются научно-исследовательской работой, этот документ оказался достаточно интересным. Почему? Потому что вопросы гармонизации законодательства и, скажем так, объединения этого социально-экономического пространства поставились не раз и не два, этот вопрос поднимался давно. Но каковы позиции этого документа и каковы перспективы его дальнейшей реализации, конечно же, для нас было очень интересно. Так вот, в проекте программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией мы заметили некоторые пункты, которые, на наш взгляд, оказались, ну скажем так, достаточно резкими, достаточно критичными. И потому мы посчитали написать свой отзыв на этот документ и по итогам нашей работы мы представили этот документ секретарю Совета Безопасности Сергею Мироновичу Шамбо и направили также этот документ в Народное собрание, в парламент Республики Абхазия. Мы не получили, ну скажем так, никаких отзывов, никаких нареканий, никаких комментариев. И 25 сентября, как вы правильно заметили, мы разместили этот документ у себя на сайте. Конечно же, наши комментарии получили некоторый резонанс, появился большой интерес к некоторым пунктам, очень многим была интересна наша конкретная позиция по определенным пунктам. В свою очередь мы давали интервью. И хочу заметить, что комментарии, которые мы дали к этому документу, это не просто комментарии, которые родились, скажем, в головах сотрудников Центра Олега Несовича Домения, или Хадуна Акакевна, или Илоны Мирцхулава. Это комментарии, которым предшествовало мнение специалистов. Потому что, как вы знаете, еще с марта месяца на площадке Центра социально-экономических исследований был запущен научно-практический семинар на тему «Новая фаза кризиса. Вызовы и возможные ответы». Так вот, острые вопросы, касаемые, например, энергетики, вопросы продажи жилой недвижимости иностранным гражданам, все эти вопросы обсуждались на наших семинарах. Потому, когда мы делали заключение, безусловно, мы опирались и на мнение специалистов, экспертов. Ну вот коротко пока по тому, каковы наши были действия. Далее, на сегодняшний день, 12 ноября, насколько я помню, подписан этот документ нашим президентом на встрече с президентом Путиным, документ подписан немножко в другой редакции. То есть, как мы понимаем, очень многие моменты были исключены, некоторые моменты были достаточно серьезно откорректированы, то есть нет уже такого посыла, скажем, режущего слух на некоторые позиции. И, в принципе, этот документ получился достаточно приемлемым, хотя, конечно, вопросов по многим пунктам, наверное, еще будет много. Почему? Потому что, как сказал президент недавно на встрече с членами общественной палаты, это живой документ, который подлежит корректировке. И, конечно же, хочется надеяться, что наполняемость этого документа, она будет с учетом, скажем так, социальных и экономических интересов Абхазии, в первую очередь, в контексте национальной безопасности Абхазии. И те пункты, те положения, которые далее будут прописаны в этом документе, безусловно, очень хочется думать, что они будут на взаимовыгодных, паритетных началах как для Республики Абхазия, так и для Российской Федерации. Насколько я понимаю, вот этот уже подписанный документ вы с вашими коллегами тоже досконально изучили. Давайте представим, что я вас студент, вы преподаете в университете, и вот я ваша студентка к вам пришла, я говорю, расскажите мне, что нам дает эта программа, что подписал наш президент и что это для нашей Республики? Вы знаете, мы не можем быть закрытой страной ни для России, тем более, потому что она является нашим стратегическим партнером, не для мирового сообщества в целом. Поэтому, как нам видится, мы должны говорить со странами, с нашими партнерами, скажем так, на едином экономическом языке. Мы ждем инвесторов, в то же время для инвесторов непонятно очень многие наши положения. Мы сетуем на то, что доходная часть нашего бюджета, она не растет, то есть все время мы топчемся на одном месте. Мы сожалеем о том, что социальная политика, социальная сфера тоже оставляет желать лучшего. Поэтому, конечно же, многие позиции по этим документам должны быть сгармонизированы. Но опять же, гармонизация, что такое гармонизация? Гармонизация — это, в первую очередь, соблюдение интересов стран. Гармонизация — это, конечно, обеих стран. Гармонизация — это сопоставление каких-то нормативных, законодательных актов и так далее. Понятное дело, поскольку мы хотим говорить с Россией на едином экономическом языке, то законы и нормативные положения должны быть понятны и для одной стороны, и для другой стороны. Вот если такие положения, если такие позиции будут достигнуты по итогам реализации этого документа, то, конечно же, это будет благом и для Абхазии, и для России. Давайте остановимся точечно на нескольких пунктах. Вот, например, одиннадцатый хочу привести. Он предполагает разработку и принятие нормативных актов, обеспечивающих возможность российских банкам-кредиторам взыскивать задолженность по кредитным договорам и обращать взыскание на заложенное имущество в Абхазии. Как мы это толкуем? Что это значит? Что это значит, вот, с взгляда из Абхазии? Знаете, это достаточно сложная процедура, и очень хочется надеяться, что вот та рабочая группа, комиссия, да, по формированию этих документов, она будет работать и в этом направлении достаточно интенсивно. Почему? Потому что реализация этого пункта процедурно, она является очень сложным, скажем таким, реализуемым процессом, и это может больше принести даже серьезные негативные последствия, чем получить от этого какой-то экономический эффект. Скажем, залоговое имущество, которое закладывается, скажем, теми людьми, которые берут кредиты в, допустим, Российской Федерации и так далее, ну вы представьте, каково это залоговое имущество. Это может быть дом, в котором живет человек, это может быть бизнес какой-то, да, и в одночасье лишиться этого залогового имущества достаточно сложно. Очень долго в Российской Федерации не могли они решить вот эту процедуру банкротства своих предприятий, для того, чтобы они уже стали предметом залогового имущества. Поэтому для нас это тем более сложно. И вот здесь, в этом направлении, конечно, нельзя ошибиться, нужно быть предельно внимательными. Мы с вами много и часто встречались и говорили про налоговое законодательство. Вот в этой программе также в ее планах изменение абхазского налогового законодательства, гармонизация с российским налоговым законодательством. Расскажите, насколько сейчас отличаются, да, две эти формы и два этих документа, и что будет с абхазским налоговым законодательством, если, да, вот эта живая программа все-таки вот воплотится, и мы гармонизируем. Вы знаете, действительно, вот в проекте здесь, значит, приводятся даже те нормативные документы и законы, которые предлагает и российская сторона. Кстати, вот хочу заметить, что очень многие позиции этого документа, то есть инициаторами выступают в первую очередь российские наши партнеры, нежели абхазская сторона. Здесь тоже относительно налогового законодательства очень хотелось бы, чтобы абхазскую сторону представляли и инициировали именно представители абхазских законодательных структур. В частности, вот речь идет, например, закон об упрощенной системе налогообложения, государственной пошлине, там, о социальном обеспечении, обслуживании граждан и так далее. Ну, насколько нам известно, очень многие законы, например, об упрощенной системе налогообложения, они уже давно находятся в нашем парламенте на рассмотрении, но почему-то никак не принимаются. Вообще, конечно, абхазское законодательство, оно нуждается в реформировании. Конечно, это очень сложно административно, менять какие-то налоги, заменять какими-то другими, упрощать и так далее. Это сложно административно, но это нужно делать, безусловно, потому что дальше не будет хода развития. Но хочу заметить, что отдельные точечные проекты, например, реформирование в каких-то там налоговых сферах, это тоже не даст никакого эффекта. Все позиции относительно налогового законодательства, таможенного законодательства и так далее, они должны иметь свое развитие в рамках общего единого документа. Документа, ну, как мы его называем, это государственная программа развития, социально-экономического развития Абхазии хотя бы на среднесрочную перспективу. Мы с вами знаем, что инвест-программа у нас достаточно большая, большие объемы финансирования, были точечные проекты, но, к большому сожалению, эти точечные проекты не дали никакого эффекта. Почему? Потому что они были достаточно разрозненными. Вот если бы они были гармонично вписаны в программу социально-экономического развития на 5-10 лет, вот тогда, возможно, был бы совершенно другой эффект. Что такое программа? Ну, очень многие, знаете, путают определения, что такое программа, существует подмена понятий, я бы даже так сказала. На самом деле программа — это очень серьезный целостный документ, который предполагает конкретные цели, задачи, ответственных исполнителей, сроки реализации и объемы финансирования. Вот если бы эта программа была бы наполнена вот этими точечными проектами, тогда бы экономический эффект и социальный эффект был бы, конечно, намного выше. Иван, давайте поговорим еще, там есть большой блок, посвященный таможенному законодательству, там речь идет и о гармонизации, и о ряде других документов. Расскажите, как вы это понимаете и как вы это можете нам объяснить? Спасибо большое за такой вопрос отдельно, да, взятый. Значит, сегодняшняя ситуация, именно вот отсутствие взаимодействия очень наглядно прослеживается через призму внешнеторговых отношений, внешнеторговых связей. Вот сегодня мы наблюдаем, да, вот те проблемы, которые существуют на границе, с перевозкой грузов и так далее. Это тоже проблема, которая накапливалась и которую, безусловно, нужно решать. Очень хорошее, очень четкое, очень правильное понимание в некоторых вопросах гармонизации существует у Государственного таможенного комитета. Буквально вот в 2020 году ими разработан проект стратегии развития таможенных органов Республики Абхазия. И там очень четко прослеживаются вот эти позиции взаимодействия между различными странами. Взаимодействие это связано с чем? Во-первых, очень многие, скажем так, таможенные территории уже работают в условиях цифровизации. К большому сожалению, мы с этим пробуксовывали. И вот, скажем так, установление или утверждение методик, правил оформления таможенных грузов, оформление таможенных деклараций и вообще ведение таможенного дела должно уже шагать в ногу со временем. И вот эти моменты, они прописаны вот в этом проекте стратегии развития таможенных органов Республики Абхазия. Там молодые ребята, достаточно такие активные, занимались этим проектом, и достаточно успешно у них это получилось. Если вот эти позиции будут также гармонично вписаны в развитие вот этого документа, программы гармонизации, то тогда мы будем уже наблюдать определенный экономический эффект. Эффект при пересечении таможенной территории, эффект в оформлении каких-то таможенных документов. Все это будет с использованием новых технологий, цифровых платформ, и это создаст некие облегченные условия для наших предпринимателей в первую очередь. Вот сейчас уже изучив пункты принятой программы, есть ли среди них какие-то, которые вызывают у вас больше вопросов, которые нуждаются, возможно, в более глубоком анализе или каком-то большем объяснении, несмотря на то, что да, это уже не первоначальный проект, а вот измененный, скажем так. Как вы знаете, наверное, пункт о вот такой серьезной, как его даже прокомментировать, о снятии запрета на продажу недвижимости, он вообще исключен даже из этой новой программы, то есть его нет, то есть вопрос недвижимости как бы сейчас пока не обсуждается. Это очень острый момент. И второй момент, конечно, для нас, как для экономистов, это, конечно, наша энергетика. В стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года энергетическая отрасль обозначена как одна из приоритетных отраслей экономики. Почему? Потому что здесь у нас серьезные конкурентные преимущества. Потому что энергетика Абхазии – это базовая отрасль для всей промышленности, для сельского хозяйства, для многих других отраслей экономики. И, скажем так, принимать какие-то поспешные решения относительно приватизации, передающих сетей тем более, ну, наверное, не стоит. Из слов, опять-таки, энергетиков, это не просто наши экономисты, мы не можем быть специалистами широкого профиля. Из-за слов представителей энергетики, именно передающие сети ни в коем случае не должны быть приватизированы. Давайте расшифруем, вот вы говорите, да, не стоит. Не стоит. Почему? Чем это грозит? Какие у нас опасения? Опасения заключаются в том, что энергетическая система – это целостная отрасль. И разрывать ее в каких-то звеньях ни в коем случае невозможно. Генерирующие сети, передающие сети, линии электропередач и так далее, и так далее – это все целостный механизм, это целостная система. И она, безусловно, должна работать в тандеме друг с другом. А что предлагается нам? Конечно же, нам предлагается, в данном случае уже с учетом изменений, да, предлагаются инвестиции в модернизацию энергосистемы. Безусловно, модернизация – это основа основ, потому что мы видим, что система устарела, на самом деле основные средства энергосистемы они изношены почти на 90%, и эту отрасль нужно развивать. Но нам уже пора подумать об альтернативных источниках энергии. Мы не можем только рассчитывать на один ингургэс. Кстати, вот говорили, опять-таки, на встрече с общественной палатой о газоснабжении, да, о газе как альтернативном источнике, и это, я думаю, что это правильный подход, тем более, что для нас это не ново. У нас был природный газ в конце 80-х годов, успешно пользовались им, и все было благополучно. У нас было паровое отопление в домах, у нас был природный газ и так далее. То есть нагрузку на гидроэлектроэнергетику мы как бы снимали. Поэтому вот, безусловно, нужно думать сейчас и об альтернативных источниках энергии, конечно же, модернизируя и развивая ту энергосистему, которая сегодня есть. Я так понимаю, что когда нам рассказывают про инвестиции, опять-таки, да, я так понимаю, это не значит, что, собственно, это имеется в виду. В первую очередь речь идет о средствах, которыми мы не располагаем, но можем располагать, если пойдем на какие-то определенные договоренности и так далее. Как мы еще можем обладать средствами, если не путем подобного предложения? Я сейчас говорю именно про энергетику. Почему? Потому что мы все понимаем, что это очень дорого, это очень затратно. И, в принципе, ну вот сейчас, как я понимаю, мы не способны на... Мы не способны не только в энергетике. Мы не способны еще во многих других вещах. Забегая вперед, я хочу сказать, что мы работаем сейчас в одном проекте. Он связан с экологическими проблемами Абхазии. И у нас есть четкое убеждение, что мы не можем справиться со своими стихийными, природными бедствиями. И, безусловно, нам для этого нужны будут деньги. Да, может быть, это будут инвестиции. Но на каких условиях? И каковы будут эти инвестиции? Конечно. Мы никогда не рассматривали внутренние инвестиции нашей страны. Поэтому, мне кажется, нужно еще и хорошенечко изучить эту ситуацию. Конечно, инвесторы придут. Но на каких условиях? И каковы гарантии безопасности этих инвесторов? Опять-таки, инвестор придет сюда только для того, чтобы получить свою выгоду. А нам нужен инвестор. Опять-таки, на взаимовыгодных, на паритетных началах. А поле для деятельности есть. Вот эта программа, которую мы обсуждаем, она все-таки относится больше к внешней политике, так как это наши отношения с нашим стратегическим партнером, союзником, с Россией. Но, когда мы ее изучаем, мы очень часто сталкиваемся от того, что какой-то программы внутреннего развития, внутриполитической, куда идет наша страна без связки с Россией, с миром, а вот сама с собой, со своей экономикой, со своей социальной политикой, со своим здравоохранением, образованием и так далее. Мне очень понятно, наталкиваетесь ли вы на мысль о том, тем более это интересно спрашивать у вас, потому что мы все помним вашу стратегию, которую вы разрабатывали с Олегом Нестеровичем и вашими коллегами. Вот есть ли необходимость вот такой программы и вот такой стратегии, внутренней, без партнеров, без внешнего какого-то соратника? Безусловно. Более того, хочу заметить, что актуальность того документа, который был принят в 2015 году, не потеряна. Более того, несмотря на то, что стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года лежит на полке, тем не менее, этот документ достаточно живой, и там вы можете найти абсолютно все позиции, которые сегодня очень остро стоят в нашей стране. Относительно образования, относительно здравоохранения, относительно той же самой энергетической системы, относительно развития районов Абхазии, относительно экономической и национальной безопасности в целом. Все эти позиции прописаны в документе. Более того, четвертая глава стратегии называется управление реализацией стратегии. И вот там достаточно, скажем так, по полочкам расписано, что нужно делать, какие документы нужно принимать, от каких документов к каким документам нужно переходить поэтапно, и каковы будут ожидаемые результаты. Очень жалко, что сегодня этот документ не используется, не потому что это, скажем так, наше какое-то участие, нет. Более 40 специалистов-экспертов принимало участие в разработке этого документа, в том числе и тогда действующий премьер-министр Беслан Тикович Будбав, по сути это его идея, он был инициатором разработки такого документа, и мне кажется, вот он был очень успешным премьер-министром, несмотря на то, что всего там 2 или 3 месяца было его премьерство. У него была действительно идея, и он понимал необходимость и важность этого документа. И вот в тандеме с разного рода специалистами мы постарались сделать стратегию, но стратегия это вектор, это направленность, куда нам нужно двигаться. Вслед за стратегией должна была быть разработана программа социально-экономического развития, и всего лишь потому, что существует закон о государственных программах и прогнозировании социально-экономического развития, в котором четко прописано, что, скажем так, механизмом реализации стратегии является государственная программа развития Абхазии. Но, к большому сожалению, программы нет, хотя сегодня на дворе 20-й год, у нас есть еще 5 лет впереди до окончания срока реализации стратегии, и как раз, может быть, даже и самое время приступить уже быстро, экстренно, приступить к разработке программы социально-экономического развития вот на ближайшие 5 лет. Я вас уверяю, что вот нынешние условия, они наоборот способствуют тому, чтобы документы были, скажем так, целостные, чтобы они не имели вот разрыв этой цепочки. А что для этого надо? А для этого нужна в первую очередь политическая воля нашего руководства. И, кстати говоря, реализация вот этого проекта, да, как не проект, уже это программа, да, которая прописана, конечно же, очень хотелось бы верить в то, что многие позиции, да, достаточно успешные позиции в рамках этого договора качественно будут исполняться. Опять-таки для этого нужны усилия и нужна политическая воля. Илон, возвращаясь к нашей программе, да, вот формирование социально-экономического пространства, отвечая на вопрос, зачем нам это надо, вот зачем это надо Абхазии, что бы вы сказали? Мы маленькая страна, но мы не можем жить изолированно друг от друга. Более того, мы понимаем, что нас не так много, нас достаточно мало. Мы должны идти вперед, мы должны развиваться. В конце концов, мы жители этой страны, и, ну, по крайней мере, в моем окружении нет людей, которые завтра собираются куда-то уехать или убегать из Абхазии. Своё будущее и будущее своих детей мы ассоциируем именно с этой страной. И, конечно же, нам очень хочется, чтобы наши дети, наше будущее поколение жили в достаточно хороших, комфортных условиях. Сделать самостоятельно это вряд ли у нас получится, да, полностью, потому что не существует ни одной в мире самостоятельно изолированной страны. Абсолютно независимых стран не существует вообще. А вот, скажем так, налаживать наши будущие взаимоотношения с нашим стратегическим партнером, это, конечно же, задача номер один. Спасибо большое, Илона. Мы обязательно продолжим цикл наших бесед с абхазскими экспертами о программе формирования общего социального и экономического пространства Абхазии и России. Надеемся, мы дождемся, в том числе, отклика от абхазских депутатов и от представителей других ветвей власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова